Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как же установить Windows 11 на компьютер Mac, на чипе M1, M1 Pro, M1 Max, неважно. Apple Silicon. Будем говорить Apple Silicon. Первое, что нам надо сделать, это зайти на официальный сайт, качать параллельный декстоп. Второе, нам понадобится FnD Runner. Да, именно на этом сайте. Скачиваем. Добавляем сразу в папку программы. Что мы делаем дальше? Запускаем скаченную параллельный декстоп. Открываем образ. Устанавливаем виртуальную машину. Все предельно просто. Скачивание идет с официальных серверов параллельный. Немножко подождем. Нам нужно запустить реальный период. На 14 дней. Но есть один нюанс. О нем мы поговорим чуть позже. Давайте подождем, пока скачается наша программа. По большей части видео подойдет для тех, у кого реальный период уже завершен. Активированной версии параллельки нету для M1. Поэтому есть нюансы, есть решения. Давайте продолжаем. Инициализация. Вот у меня пробный период закончился. Что делать в этой ситуации? Сейчас вам покажу. Я правда сам еще не пробовал. Но я удалял параллельку. Специально для видео. У меня уже установлено Windows 11. Активированный Windows 11. Мы сделаем это еще раз. Я покажу процесс активации. То есть все полностью. Что мы делаем сейчас? Пробуем запустить pd-рандер. Вот он запустился. Вот у меня теперь. Мне не надо запускать виртуальную машину. Я могу запустить оттуда. Здесь есть. Блокировать окно опробной версии. Запускать при входе в систему. Я нажимаю. Но. Если вы например удалили. Переустановили систему допустим. Мы сейчас попробуем сделать по другому. Мы сейчас попробуем. Отмотать время назад. Люди советуют просто отмотать время назад. И якобы будет опять реальная версия. Давайте попробуем. Значит мы отматываем время назад. Так. На сколько дней. Ну давайте. Третье. Ну пятое опустая будет. Посмотрим как это работает. Запустим. Опять параллель декса. В обычном режиме. Да работает. Продолжить работу в режиме пробной версии. Но. Мы этого делать не будем. То есть. Для тех кто устанавливает. У кого закончился. Мы отматываем время назад. Чтобы запустить. Но. Что делает pd-render. Запускаем. Запускаем. Вот у нас запускается. Windows 11. Полноценная. То есть через pd-render мы можем работать даже если у нас из стекла пробная версия. Например вы установили. У вас пишут что пробная версия есть стекла. Поведите ключ. Не беда. Отматываем время назад. Запускаем. Пробная версия есть. Запускаем pd-render. И все работает. Поехали. Теперь к установке и активации Windows. Так. Центр управления. Добавить. Виртуальную машину. Получить Windows 11 от Microsoft. Я пробовал установить Windows 10 для ARM. У меня она есть. Но она не устанавливает. Я генерировал образ через vp-dam. Но давайте я покажу что происходит. То есть я выбираю Windows 10 Pro. Тут мне без разницы. Что выбирать. Я не знаю почему так. Но с Windows 10. Как-то дело не пошло. Так. Графика. Мышь сеть. Wi-Fi. Все. Теперь мы запускаем. Пробуем ставить Windows 10. Я не знаю. Я почему-то хотел Windows 10 сначала поставить. Ну вот. Начало установки. То есть все. Этот образ для ARM. То есть все запускается. А далее у нас синий экран смерти. Вот. И все. На этом. Поэтому. Мы нажимаем. Получить Windows 11 от Microsoft. Скачайте. Установите Windows 11. Установить Windows. Запрос файла установки. Создание. Скачиваем. Как только скачается. Мы с вами продолжим. А далее автоустановка. Windows 11. Опять же ожидаем. И так. Вот наша Windows 11. Полноценная Windows 11. И пока что не активированная. Что мы делаем дальше. Мы отключаем полностью. Полностью отключаем Windows Defender. Отключаем флешку. У меня эта штука на флешке находится. Специально обновили для Windows 11. Запускаем от имени администратора. Нажимаем Disable Defender. Нажимаем отключить. И нажимаем Activate Windows. И просто ждем. Ждем 10-15 минут. Этот момент я перемотаю. Там на ускорен. Ну вот. Полностью активированная Windows 11. Давайте проверим. Нажимаем нашу активацию. Вот она активация. Далее. Мы можем войти с нашей учетной записью Microsoft. Далее можем войти в программу предварительной оценки Windows. Диагностику отзыва. Включить. Программа предварительной оценки Windows. Продолжить. Начало работы. Привязать учебную запись. Продолжить. 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 Перезагрузить. Продолжить. 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 Программа предварительной оценки Windows. проверить наличие обновления в данный момент сборочка у нас давайте посмотрим за 2318 уже есть 706 да мы выбрали с вами канал девелопер у нас доступно 23h2 вот ее мы и поставим получается у нас две windows одна у меня 22h2 релиз для инсайдеров а вторая будет 23h2 девелопер вот то есть все можно делать можно ставить обновления можно как говорится полноценно пользоваться а начинает поступать комментарии по поводу игр но я не знаю я не играл поиграем и тогда снимем видео насколько хорошо windows 11 ведет себя скажем так на виртуальной машине на м1 насколько хорошо показывает себя в играх но я не думаю что на виртуальной машине играть такое себе удовольствие играть лучше на родной архитектуре на живом и железе я так думаю но мы попробуем не увидим потому что вы пишете комментарии человек запустил варфейс и у него что-то случилось дорогие друзья я хочу в последний раз еще раз и в последний показать где находится наш телеграм-канал вот в шапке канала справа внизу там находятся все файлы которые мы показываем наших роликов там можно пообщаться там есть чат делаем красненькую кнопочку серенькой включаем уведомления и заходим в наш телеграм-канал файлы там можно пообщаться со мной лично можно пообщаться со специалистами по хакинтошу а если данный ролик понравился с тебя лайк подписка комментарий до встречи в новых роликах